ПЕСНЯ 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 Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Евангелие от Марка 12 глава 28 по 34 стихи Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль. Шмай, Израиль. Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя есть, больше всех сезажений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. После того, никто уже не смел спрашивать Его. Толкование. Матфей говорит, что книжник подошел ко Христу, искушая, а Марк замечает о том, что он разумно отвечал. Не противоречит ли евангелисты друг другу? Нет. Сначала, вероятно, он спрашивал, как человек искушающий, а потом вразумился ответом Христовым и отвечал разумно. И таким образом был похвален. Впрочем, заметь, что и похвала свидетельствует о нем, как еще о несовершенном, ибо Христос не сказал, ты находишься в самом Царстве Божьем, а только недалеко. Для чего же законник так смело предлагает Христу свой вопрос? Он думал показать себя Христу совершенным в законе и для того обращает к нему такую речь, как будто бы касался только закона. Но Господь, желая показать, что без любви, без ненависти к ближним нет исполнения закона. Отвечает на вопрос без ненависти. Что-то ты перечитал. Еще давай. Проверка ваша. Понятно. Благодарим. Но Господь, желая показать, что без любви, при ненависти к ближним нет исполнения закона, отвечает на вопрос законника, что первая и большая заповедь есть любить Бога, а вторая подобная любить ближнего. Почему же подобно? Потому что они обе тесно связаны между собой. Ибо любящий Бога любит и создание Его, а ближайшее к Богу из создания есть человек. Следовательно, любящий Бога возлюбит и всех человеков. И наоборот, кто любит ближнего, тот тем более любит Бога. Ибо если он любит людей, которые часто бывают виною соблазнов и ненависти, тем более любит Бога, всегда благодеющего. «Услышь и Господне Слово, любящий меня заповеди мои соблюдет». Евангелие Таана 14, 21. «Видишь, что от любви к Богу зависит исполнение заповедей Его, а все заповеди Его сходятся к одному предмету – взаимной любви. И в другом месте Господь говорит, потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие Таана 13, 35. Господь часто путают и говорят, Господь оставил заповедь «да любите друг друга». А там не такое ударение, да любите друг друга. То есть уже, вы уже любите друг друга. Вот и продолжайте любить. А то, любите друг друга, подождите. Когда ты уже в церкви, вот, кровь Иисуса Христа очищает нас от церкви греха, тогда уже любите друг друга. А не так, что, ну ладно, как-нибудь тогда полюблю. Ну, а любовь зла полюблю и козла когда-нибудь. Это уже братья твои, сестры, уже надо любить. И поэтому так очень сложно устроено, как бы в то же время легко у нас эта иерархическая лестница. Если брат согрешил против тебя, не просто нужно там сразу его, ты мне не брат, там все. Апостол Павел как поступал, приходил и говорил, возлюбленные, святые братья, там. А потом, у вас такое тут блудодеяние есть, которого не слышно даже у язычников. И сразу думаешь, подожди, а что же он их братьями называет? На что бы не спешить, не надо спешить. Мы одного накажем, и даже его, и то, и это, еще и не сказали, мы тебя братом не называем. Нет еще, сейчас мы тебя накажем, а сатана с тобой займется. А потом посмотрим, как ты покаешься, покаялся, все, вторая Каримса там уже. Простите его, уж там простили, я уж простил, и вы тоже прощайте. Почему? Остался братом. Матфея 18 глава. Как нужно поступить? Согрешил брат, приди, скажи ему, выговори. Не покаялся, двух или трех возьми, приди. Если не покажется, тогда церкви уже придай. А как церкви придавать? Вот это когда у нас на церковно-приходском совете, когда рассматриваются кандидатуры к окрещению. Вот приблизительно вот так нужно рассматривать. У нас еще ни одного такого не было рассмотра. Как ни странно, не было ни одного. А какая разница, да любите и не долюбите. Вот он сказал, а теперь поясни. Какая разница? Ну, да любите, это в настоящее время, то есть продолжайте любить в том же духе. Ну и любите, это можно истолковать, что вы сейчас не любите, а потом придет время, вы когда-то полюбите, а сейчас можете и не любить. То есть я такой смысл понимаю. Хотя, да любите, я вот, мне ближе, да любите. То есть я всегда понимаю, да любите, то есть продолжайте любить в том же духе, в котором вы полюбили. Как-то имеете, что добавить или... Да, впереди-то да стоит. Ты не отрываешь. А что да означает? Да, утверждение в настоящем времени. Это повеление. Да здравствует Советский Союз. Да здравствует товарищ Сталин. Да здравствует. Это пожелание. А там... Это направление, которое дает ему. Повеление, да? То есть... Это повеление. Вот сколько падежей в русском языке? Семь. Называй. Именительный, винительный, пошел. Второй. Иван родил девчонку, велел... Дательный, потом... Велел тащить пеленку. Потом творительный. Творительный. Сколько? Шесть. Шесть. У него семь. Кто прав? Вот уже двое сидите. Кто прав? Еще есть звательный падеж, но он как бы не учитывается обычно. Она знает. А какой звательный? Вот мы говорим, Бог. Мне, родители, нет кого чего? Бога. Дать кому? Богу. Я хвалюсь Богом. Думая о Боге. О Боже. Боже мой. О Боже ты никуда не вставишь. А это звательный падеж. А его в школе даже не изучали, потому что Слова Божие не отсутствовало. И вот когда скажешь, как, да любите друг друга, все считают. Нет, Слово да говорит по велительным наклонениям, по велительным. Не инфинитив стоит здесь. Вот так, брат, грамматику надо было учить. Воня, в штукках вверх. Так, и теперь второй вопрос. Грамматику учить надо. Вот он когда говорит, ты недалеко от Царства Небесного. Он-то подошел, он не думал об этом. Телефон. Для него это обидно было или не обидно? Что-то было. Обидно, конечно, что-то он говорит. Ну, сейчас я вот. Говори. Ладно. Так. Моя Щек, что сейчас говорил? Да любите. Да, нет, любите. Я дальше пошел уже. Ну. Мы говорили недалеко. Он говорит, недалеко. Ему это обидно было или нет? Ведь это фактически разрушало всю его жизнь, конструкцию. Все исполняю с детства. Вы найдите мне одного православного, который бы сказал, что я с детства исполняю все в законе. Да ладно. Найдите одного человека. Я в том числе не вхожу. Где-то я мать не слушался. Может быть. Даже не знаю. У меня никто и не говорил, что это по закону. Ну, найду там. Сергия Роланическая, Серафима Саровского. Он-то думал, что все таковых есть царствие Божие. И вдруг недалеко. А недалеко люди, которые в ковчег не вошли. Они ведь недалеко были. Стенка одна различалась. Толщина стенки. Вот опь. На него придумали ходить возрождение старой традиции. Крестный ход и купаются. И вот епископ Максим Дмитриев крест опускает, наклоняется, его держит. Шапку вот так один подерживает, чтобы она не свалилась в рожек. Не уплыла корзинка-то его. И вот он. Я это взял, мне отдал. Вот там Балабуев. Вот здесь он есть у меня в одной книге. И надпись я сделал такую. Епископ Максим верующий. Вопрос. Больше ничего. Про него не написано. К снимку только подпись. Вы понимаете, что из этого получилось? До него это дошло как-то. Верующий. Ну, как это можно сомневаться? Что они дали... Да он в Старстве Небесном. А эти, которые священники, они боятся сказать. Так они подхихиковали дальше. Максим-то под сомнением, верующий или нет. Я вставил вопрос. Больше никакого не было. Что тут бедного? А ведь обиделся, о ком говорится. И те, которые рядом были, те не обиделись. А думали, вот теперь мы его имеем на крючке. Он не верующий. А я не говорил этого. А верующий я или нет, задавай любой. А вы верующий мне в интернете задают ответ. Сейчас рулетки-то постоянно. А вы верующие, сами верующие. А чем вы докажете? Я должен показать дела конкретно. Я говорю, я истребил слово проблемы. Нет его. Полностью истребил. Не упоминаю никогда. А почему? От американизма. И оно ничего не решает. Знаете, у нас такая проблема. Что за проблема? Что? Дети не слушаются. Из дома бегут. Дочь дома не ночует. Я говорю, это нерешенный вопрос. Ты их наказывал? Как? Нас родители не наказывали. Вот ты такой и выложь, чувак. Детям ума не дашь. Чубака. Как это так? Дети твои, и ты ума не даешь. А как? Написано, не жалей розги. Да комменная юстиция, и ёпари. И ты увидишь, что получится. Так а посадят. Посадят. Так еженерирует. В рай отправляют. Ты что это вдруг? Ухватился за заднее место. Боишься сидеть. И дальше, когда начинаешь говорить, у человека ничего нет. А вот через это как раз и обнаружилось. Само мнение-то было какое. Я все заповедил. Вот знаете, когда говорится, я два раза пащусь. Там то, другое даю десятину. Ведь речь не о баптистах. Это же о нас. Особенно наше общество. Десятина. И среду-пятница исполняем. Да к Богу просто как будто по-другому нельзя решить вопрос, как только взять нас к себе. Без нас в район там как пусто будет. Как песня поет-то. Без тебя этот бессвет не имеет-то. Кто там поет? Вот так. И поэтому в этих словах мы должны увидеть личность его. Хорошая? Да, хорошая. Ничего не нарушил. Но одного не хватает. А что? Я хоть что сделаю. А что у тебя есть лишнее? Раздай. Как? А я как? Ну тогда иди отсюда. Все, вопрос решился. Оказалось, самое-то это оторвать не надо. А когда ничего нету, тебе хорошо рассудить, у тебя ничего нету. Но, однако, у многих ничего нет и ничего не выжмешь с них. Разница тоже есть. Поэтому ты все время себя проверяй перед Богом. Господи, а соответствую ли этим параметрам, которые ты назначил? Если вам не то, за что ты меня признаешь, и замолкни. Говори, Господи, слушай, это раб твой. И ты увидишь, однажды Бог заговорит с тобою. Вот мы сегодня считали, необычно было, как заговорить. Я называю место, второе открываю, то есть славу делить уже пополам мне надо с ним. А я в закладки утром пришел и положил, а это выписал. Проповедь интересная? Это в корень, притом она о будущем говорит. И как люди будут, и какие. И как, наконец, подуть не встанут, признают сидящего в дане Богом. А в дане Богом будет только в храме сидящий антигрис. Который, а мозг писал, он понятия не имел об этом. Это и христиане не понимают даже. Берут первый стих только. Первый стих только. Жажду хлеба, не хлеба воды, а жажду слышания Слова Божьего. А ты дальше-то считай, как они будут ходить, как не найдут, как будут говорить, благословлять его. Вот так. А нас православных. Я думаю, моя мысль, вот более евангелизированная, вот так вот все вокруг Словом Божьим, как самые-самые высокопастальные фарисеи, это мы. У нас все есть. Над головой у тебя помышляю о горнем, а не о земном. А земном не о трапезе думать только. Не о кино там или... А вот оно, горы рядом. Это, кажется, Оля Ванагаева писала. Да? В митиках. А наклеил без моего разрешения Третьяков. Нет, Волков. Волков. Волковы наклеили. Волков? Волков, Волков, Саша. Да. Слава Божьиму. Значит так, благослови его, Господи. А когда и Оля-то разукрасила, тут по-другому стало видеть. Картина-то. Вот так. И когда Господь сейчас вот пришел к нам и спросил. Вот сегодня я говорил, оставайтесь. Которые не оставались, они не остались. Причин никаких нет. А одинокий человек или женатый, это от этого зависит. Когда я приехал первый раз в Новосибирск, остановился. И там я встретился с Александром Ивановичем Устиновым. Где эти мои девчата-то сидят? Вот они. Ваш отец ему внук. А это правнучки. Вот они. Вот более верующего я в жизни больше не видал человека. Герой. Представим, Заверок приговоренный к расстрелу был. Один из самых лучших в воях был Ни Жуков. Его, как зовут там, кто он? Мясник. Да. Два дня оставалось до Дня Победы. И 450 тысяч положил только в Берлине. Солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Это его выражение. Новых нарожают. А Константин Константинович Рокоссовский, он сам сидел приговоренный. Его выпустили. За него ходатайствовали. Тот так, которые бежали, а их могли под расстрел. Отступали где-то. А он их всех ловил, собирал их себе в армию. Они все виновны. Так они за него держались как. Как только где наступатель еще десятки раз все высчитает. Надо или нет. Сколько погибнет. Здесь погибнет. Столько-то нет. Давайте сделаем так, чтобы не погиб нету. Он любил солдат. Аркасовский. Он выше всех ростом там был. Поляк. Поляк. Так это не все. Уже назначено сражение было когда быть. А он всех маршалов Сталин созвал. И он поднял руку и говорит, «Осип Ильянович, план этот неудачный. Надо план вот такой сделать. Вот оттуда. А там болото они». Он сказал с двух сторон. Багратион говорит, «Давайте с двух сторон сделаем выступление». Они в одном. Все понимали, Сталину возражать. И он говорит, он кажется, единственный был первый, который, кроме Шапошникова, по имени отчества называл, выйдет в соседнюю комнату, подумай. Он подумал, вот зашел. Ну и как он говорит? Так, как я сказал. А вы понимаете, какая отриценность? Если не получится. Вот не получится там, как мы сейчас уже утвердили. Ну и дальше началось, и выигранное было сразу взлетело. В то время генерал-полковник был, кажется. Генерал армии, генерал-маршал. Это образец любви. И вот Александр Иванович Устинов был начальником радиостанции у него. Их прадед. А я с ним близко был знаком. Мы были самые близкие друзья. Я его первый раз в Новосибирске увидел. Он только меня увидел. И меня к себе переманать. В Искитим. Я говорю, а где я буду жить? Я приехал туда. А где я буду показывать кровать? Я говорю, а кто на ней спал? Папа спал, кричат. Я говорю, а где же вы будете спать? Как где? Я на полу лягу. Десять ребятишек. Десять живых. Это 60 километров от Барнолова до Искитима. И ни одной субботы и воскресенья не пропустит. Он из старобрядцев. Белокринецкого согласия. Доехать там. Там надо пересаживаться с электрички на автобус. И на авражу только приедут. Где бы какая ни была беседа, он там. Это 10 человек. Так он наработал. Автобусный парк, кажется, был. Он все автобусы поставил на ноги. Все специальности знал. И один над ним решил там поиздеваться. Ты, борода, ты такой хрыш. Он терпел, терпел. А он где боксером был. Как это? Хук, дал ему один. А станки вот такие вот. Он через станки перелетел. Упал, не знает куда мужик-то. А хохочет все. И вот дернулся и все. А он уже работает на станке опять. Господи, прости меня за один удар. Ну дальше никак нельзя было. Я его лично знал. И куда бы он ни поехал, я к нему лепился. На картошку, а меня возьмешь с собой. Чтобы работать рядом с ним. Еще какую-то мудрость услышать. Вы хорошего корня, девчата. Поэтому у вас и ваши мужья должны быть такие же умные. Вы наследственно наследовали по отцу и по матери. А бабка у них, у сестер этих. Моя родная сестра, наверное, да? Ну, наверное. Вам лепее. Как скажете. А то у меня отец, ребятишки в саду. Сомневайтесь. А сестра придет, ваня, это ее ребятишки подрастают. Вот их отец и братья-то. Ребятишки ловкие какие. Меня. А на их мать на мысли суток говорит. Их мать. А она лохудра, ничего это не сделает. Он начнет считать, что они... И вообще-то давай, поехали. Понимаешь, везде надо увидеть ценность и сохранить лучшее для будущего. Евангелие от Марка, 12 глава, 35 по 40 стихи. Продолжая учить в храме, Иисус говорил. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давида. Ибо сам Давид сказал, Духом Святым, сказал Господь, Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему. И множество народа слушало его с усложнением. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. Толкование. А сии-то, книжники и фарисеи, и были те враги, которых Бог Отец положил в подножие ног Христовых. Но вы не можете сказать, что Давид изрек это не по внушению Духа Святого. Нет, он Духом назвал его, Христа, Господом, то есть, будучи движим благодатью Святого Духа. Как же думать, что Христос есть только сын Давида, а вместе и Господь его и Бог? Он не стал говорить народу, остерегайтесь книжников, которые носят великолепные одежды и за них требуют себе почестей, которые любят принимать приветствия и похвалы на тожищах и все другие знаки славы, которые поедают домы вдовиц, вкрадываясь к сим беззащитным женам под видом заступников их, которые лицемерно продолжительную молитвою, наружным благочестием и лицемерием, обольщая неопытных, поедают домы богатых. «Зато они подвергнутся еще тикчайшему осуждению, нежели прочие согрешающие иудеи, ибо меньшие заслуживают помилования, а сильные сильно будут истезены». Премудрость 6.6. «Говоря таким образом, народу Господь поучает вместе и апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали ему самому, так как он поставлял их учителями церкви, то по справедливости излагает им и правила жизни». Про священников ничего не говорим. «У меня есть загадка, вопрос, но просьба заранее. Никаким видом, ни брожанием губ, ни брови не догадаться, о чем я говорю. Просто для себя знаете, и все равно говорю по делу, и все. В неком царстве, в неком государстве был верующий человек. У него были друзья. Этому человеку было очень трудно. Вокруг было много лицемеров. Но были люди, которые остались верные. И пришло время, царь арестовал этого человека за то, что он не молчал, за то, что свидетельствовал людям о Боге. И были моменты такие даже, кое-кто отвернулся от него. А эти двое, двое женского пола, к нему были очень расположены. Они вместе работали с ним, вместе молились, ходили в один храм в неком царстве, в некотором государстве. И вот пришлось однажды этим двум сестрам быть на занятиях, которые вел хороший человек. Как они попали там по знакомству или как. И, видимо, у них зашел разговор о том человеке, которому было тяжело, который на севере был, у которого было много лицемеров. А этот, который собрал, он очень расположен был к этому человеку, которому трудно было и много лицемеров-то. И непонятно, почему он этих людей, которые пришли на занятия к нему, назвал лицемерами, предателями. Чтобы предали его того самого в некоем царстве, в некотором государстве-то. И они очень обиделись. И ушли. А они каждый год встречались с этим человеком, а когда-то они были совершенно отдельные. Вместе ходили. Вместе и в то же время они в разных местах как бы живут. Ходили в храм вместе, молились. Они приходили, когда его судили. Они заботились, молились. А этот человек по ревности, не со зла. И он навалился на них и сказал, «Вы предатели, вы такого человека предали». И они говорят, мы как раз остались верными. Ты можешь... У него, у этого человека на севере там много книг. И там написано про нас в этих книгах, написано, что мы были верные, хорошие показания дали. Но они были настолько обиженные. А он на своем настаивал, вы предатели, вы изменники. Он говорил по ревности к тому же самому человеку, которого они любили до него уже лет 15 или 20. И они ушли, изгрылись, и больше их нет. И тот человек, ничего не зная, видит тех друзей, которые всегда приходили к нему на дом, а их нет. Но там был один человек, который это все записывал на какую-то аппаратуру. Все это сохранилось где-то. Что теперь? Какие действия? Как этих людей вернуть? Они не были членами этой общины. Той общины, где тот человек живет. Что делать? Как это все сгладить? Ему очень жалко и тех людей. И толкни. Такой мысль, скажи, как правильно сделать? Чтобы примирить. И человека того сохранить. И друзей тех найти и вернуть. Какие ваши были бы предложения? Вот на практике. Вообразите, картину нарисована. Дополнительные вопросы ставьте. Два человека были потеряны по ревности третьего. Из-за одного человека. А любили они того человека? Маленького. Одинаково почти. А тот человек, когда узнал, что те двое потерялись, и он скорбит, и скорбит о них, и понимает, что надо что-то сделать. И молится, и не знает, что делать. Как сделать-то, чтобы и того, через кого они ушли, не потерять. Он очень дорогий у него. К тому человеку. А мы ему сообщим. Считайте это как притчи. Какие советы дадите? Можно, как в том фильме, книге, как в том? Кто на ком стоял? Кто на ком стоял? Эти, когда осудили его, те, которые ушли, они про него. Я уже запутался на этом. Их на допросе, как они себя вели. И при том, эти люди помогали в том деле, которое тот человек делал. Я сначала думал, что это Христос, но потом... Они были похожи в его дом, были близкие-близкие. И даже, может, кое-что претерпели из-за него, потому что они не отступились. И когда власти его крутили, давили, они оказались верными. С ними ничего не могли сделать. И вдруг они потеряны из-за ревности человека, который этого же человека и любит. Но только он их обозвал вот так. Вы не знаете, что нужно сделать? Ну, в первую очередь, они обижены не тем человеком маленьким с севера, а обижены на то, что сказал тот. В моем воображении так, что этот человек, ревности, верующий, должен найти их и попросить прощения. Открыто, может, даже под запись, это здорово было бы. И сказать, что он был неправ. А что не прав, это подтверждает тот, из-за которого все сыр гор горит. Он их тех и других знает. Обоих носят. Я могу ему, говорится, брякнуть и сказать, обоих он любишь. Да, одинаково. И оба дороги, и трое эти дороги. И в его планах, чуть не сказал в моих планах, вот, чтобы этот человек нашел тех людей и спросил у них прощения, примирил и привел хотя бы раз на занятия. Они, эти люди, очень хорошие. Они многим жертвовали. Вот один из примеров. Если бы вы были мусульманином, вы бы были визирем у Падишаха. А? Если бы вы были мусульманом, вас бы Падишах визирем своим сделал, сто процентов. Они любят так разговаривать. Там еще орла какого-нибудь там, и пустыню, и пальму, и все. Уезжал на заработки. И вот потерялся. А он работал на золотых приисках, где-то там, около Магадана или где-то. Есть там такие? В Девятом царстве. Магадан весит золотых приисков. Так что уж не ошиблись. Вот, и он работал на американском катапиларе, как называют. Есть такое? Он работал. Катапилар. У него не было этого человека, мужа, одной из этих. Женщин, сестер. И он, когда приехал, и решил к той группе пристать, которая верующая, он с ними был. А ему, один из них и говорит, у которого в доме это все было. А ты эти года платил где-то десятину? Он говорит, нет. Какая там десятина? Там в общине никакой нет. Мы тебя можем принять только тогда, когда ты за пять лет подсчитаешь сейчас заработки, десятину, и отдашь ее. Он говорит, я согласен. У меня на книжке много денег. Но когда он подсчитал, у него получилось как раз все. А эта сумма большая. И он принес ее и положил на стол тому человеку. Он говорит, я так к ним не прикасаюсь с деньгами. Я только перевалочная база. У нас знакомые есть, которые подпольные издают Евангелие. Там молодые люди работают под землей. Ты согласен? Да. И они пошли к баптистам. К отделенным. Ну а те уже отправили в Латвию, где там работали. Которых не КГБ искало, а ГРУ. Что такое ГРУ? Главное разведоуправление. Армейское. И они вертолетом, на вертолетах даже, где отражение сетки, они там бетонировали где-то. Все-таки арестовали. Интересные рассказы? Эта женщина одна, ее муж. А у другой женщины, которая была, которая обижена, не идет там, у ней муж в местную, в той местной, где-то в том городе, в другом царстве. Милиционером работал. И он страшно злобный был на того маленького человека с севера. В предвятом царстве? Очень даже сильно был недоволен. Ему даже пришлось оправдываться. Он на жену, на свою, одну из этих сестер, которые родят, он сильно навалился и, как у него сонят, да я его, да я тут твои иконы все повыброшу-то. И на него написали заявление, тогда милиция была, а у этого маленького человека большие были связи. И он сообщил в КГБ. Вот так и так, за веру, муж вот такое дело, и порточку выбросил, кажется, Библию, что-то такое, иконы, и то другое. А он-то в милиции работает. Его сразу вызвали. И тот сотрудник милиции, мне известно, телефон, все известно его, как звать. И он ему говорит. Я, говорит, с ним беседовал. Потом мне этот капитан говорит. Я с ним беседовал. Трус презренный на этого милиционера. Сидит, трепещет. Он понимает, что так. Вам что, КГБ, это дядя Бабай? Вы решили им пугать людей? На каком основании у жены иконы выбросили? Библию-то. Его как засыпили. А еще сказали, что он на машине приезжал разбираться. Он говорит, нет. На государственной я не ездил, я на своей был. И у него все отобрали. Из дома, чтобы не выходил. И он сидел дома, пока дальше не продвинулась. Это вторая сестра, которая. Вот такие сестры потерянные. Да, Игнатинович, вы вопрос задаете или что? Ну, я советую еще. Наши люди, они... Совет какой? Как? Чтобы брата до этого не потерять. Да пускай перестанут обижаться тогда и все. Там все верующие или нет? Вот в этом вот состоящее. Вот в вашем рассказе там все верующие? Все верующие. А зачем тогда там кто-то на кого-то обижается? Чего? Зачем это? Ну, это... Пускай не обижаются и все. Верующие-то верующие. Но обренили-то их в смертном грехе, предательстве. А они не таковые, они самые верные были. Вот это не просто так. И женский... Если бы, допустим, я на месте сестер был, чем не обосновленнее обвинение, тем больше награды. Да, конечно. Поняли меня, болны? Об этом верят. Не каждый это выдерживает. Но люди-то потерянные. И не дай бог за кого-то кто-то погиб. Даже просто мясо ел. А человек отошел. И ты, говорит, что соблазнил его, Павел пишет, за которого Христос умер. Так а чего он соблазняется? Не надо. Уже вопрос совершился. Их нету. А за каждую душу Христос умирал. Теперь надо конкретно уже. Все то, разные хорошие доводы отпадают. Их нету. И виновен кто-то. Для размышления пять минут. И сами подумайте, вы так бы сделали, не разобравшись, обвинить самых верных, которые им запрещали, церковники. Игнатий Иванович, как им так запретили, что этот запрет повлиял на то, что они ушли, и там община была, и они ушли. Был какой-то церковно-приходской совет, или что, как им так запретили, что они ушли. Или сказали, вы предатели, уходите. Кто-то один сказал. И они встали молча и ушли. А община такая. Они нищие, но общины не были. Общины тогда и не было в царстве государства. Да, не было общины. Они ни одного дня не были. Отсюда надо исходить. Они просто поддерживали старую дружбу. Но они по-прежнему ходили в московскую патриархию. У одной зять стал священником. Им просто, как говорится, уже никуда. Нет, нет. Так, пошли дальше. Да для размышления я дал вам. Ой-ой-ой. Вы не думайте, что это притче не годится. Ой-ой-ой. Ну представь, один человек что-то сделал. Отнял жену, а мужу ухайдакал. И к нему приходит ближайший друг, пророк. И начинает, а знаете, у одного тут табун был, отара овечек, а у другого одна овечка. Спала рядом с ним. А когда к тому гость пришел, так он не взял ни одну из табуна-то, из этой, из отары-то свою зарезал, у соседа зарезал. Давид-то как вскипел. Смерть ему. Хотя по закону надо было четыре овечки отдать-то. Он тоже... Смерть ему. Он сразу говорит, это ты и есть. Я. А кто Версавию отнял? А Орехи-тиянин не в твоей гвардии был тебя охранял. Беспредельно предан и умирает. Написал письмо в атаку. Штурмовать город. Он первый кинется туда. А вы сразу отступите, одного оставьте. Умно рассудил. Это тот, кто нам псалтырь написал. Он повинен в двух смертях. А я теперь говорю, я согласен, но только не до вида. Не было бы псалтыри. Господи, прости его этим... Пусть у нас все это закончится. И хорошо, что здесь так обошлось, что он писал псалмы. Я их каждый день считаю. Это все очень непросто. Вот так. Пошли. Поэтому в прище высказать это очень приемлемо. В Библии не так. Тот, когда кричал... А вимилек-то... Их там было сколько сыновей? У Едиона-то. Семьдесят. А один-то всех побил. А один убежал и на гору стал и стал кричать. Люди, кого вы избрали? Вы знаете, деревья стали избирать над ними кто? Яблоня? Яблоня не пошла. Мне яблоки свои надо выращивать. Виноград? Виноград тоже. Куда кисти наливаются на одном месте? А терновник вышел. Я буду у вас главным. Меня изберите. Кого вы избрали? Убийцу. Библия это говорит. Он на деревьях доказал ему. На меня смотри. Так, пошли. Семьдесят братьев убил на одном камне. Да. Вот так, что ли, братья? Гедеонова. А вы знаете Гедеонова? Другой молитвы ни одной не знает. Я, говорит, лила спать. Слышу, говорит, крещок открылся. А, это звучит. Идет кто-то. Я не вижу в темноте. Элитических-то нету. И подошел, и меня начал душить. Я, говорит, рот разеваю, ничего не могу сказать. Потом, говорю, меч Господа. И Гедеон он отпустил сразу. Слышу, меч Господа Гедеона. И затопал назад и вышел. И крещок закрылся. Есть. И это немка, лютеранка мне рассказывает. Фамилия Гузи. Гузи. Пошли. Не немецкая. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 стихи. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет катрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое толкование. У иудеев сохранялся особенный обычай, тот, что имеющие и желающие делали вклады в церковную сокровищницу, из которой получали содержание священники, бедные и вдовицы. Между тем, как многие делали это, подошла и вдовица и показала свое усердие лучше богатых. Слава тебе, Христе, что ты и малое приемлешь лучше великого. О, если бы и моя душа соделалась вдовицею, отвергшись сатаны, с которым сочеталась неподобными делами, и решилась бы повернуть в церковную сокровищницу две лепты – плоть и ум. Уточнив, утончив их плоть воздержанием, а ум смирением, дабы и я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, не имея в себе нисколько ни помыслов мирских, ни побуждений плотских. О священниках ни слова. О них же все нормально делают. Что мы о них будем говорить? Они же по этому слову говорят. Ну, скажи, просто опять, сразу вопрос. Вот Господь ее похвалил. Тебе хотелось бы такую похвалу получить от Господа? Ну, жизнь-то на исходе, уже полнота пришла, все. Так а теперь припомни, хотя бы раз, она один раз положила, другой раз, если она положила бы столько-то, пропитание, она с голоду умерла. Но на этот раз так получилось, что так положила. Было ли у тебя такое, что положил и ничего нету? На хлеб 16 копеек нету. Ну, раньше хлеб 16 копеек стоил. Вот представьте, один человек стоит в Новосибирске, там на втором этаже касса. И в это время бабушка подходит, денег нету, кто-то украл. Я доехать до дома не могу. Ни один не шевелится. И только один человек достал деньги и отдал. А у него больше ничего с собой нету. А ему самому надо ехать. До Барнаула. Бабка поблагодарила и пошла. Он пошел. А куда кассетат? Из очереди вышел за билетом-то и пошел. Солнцем колимый. Остановился на перроне. Как сесть? Пойду к машинисту, попрошусь. Подошел, что-то в кармане шарится. И какие у него лежали там деньги? Под старым временам, там тройки новенькие. Он сунул, а деньги на месте лежат. Пропитание вернулось тут же. Ну и пришлось снова поворачивать, покупать билет. Вот как Бог делает. Если в твоей жизни когда-то будет такое, я не говорю, это в некотором царстве, в некотором государстве. Ты поймешь, как это дорого. Что все повторяется. Вот вам приходилось когда-нибудь такое. Вот Илья бежал, а в это время, или Даниил был, ему Бог посылал сам. Лепешки там, мясо. И главное, мясо вареное, не сырое, принес ворон. Другое дело, это скворец там, кто мясо не ест. Ворон, это его любимая пища. Голодный или не голодный, принес и отдал ему. Дрессированный. То есть, если мы начинаем, вот иногда говорят, а как вы в Библии запоминаете все? А то, что она повторяется. Ты уже не просто считаешь, запомнить как. А ты участник, я там был. Почему мне так близко это? Я участник. Вот у меня сарай. Одна, это была Бердская, 17 улицы, кажется, город Искитин. И у нее большой дом. Три сына, дочка. И в один год все Бог отнял. Захарова и Улита Григорьевна. Мужа на операцию взяли и зарезали. Прям зарезали буквально. По оплошности. Сыну Коле, 18 лет, не исполнилось еще. Она, я поеду в монастырь, я съезжу, все откладывала. И в это время, когда башня бывает, водонапорная, она на куче земли. А дальше там, она дальше, и как болт кверху. И опалубка сохранилась. Туда загнали кран. А распорки не поставили. Двоих посадили в эту люльку и поднимать. А теперь-то это колесо-то провалилось маленько. Но она начала падать, а дальше уже не остановить. А люди идут с работы. И видят, она, пошла машина, все закричали. Но они вдвоем в люльке-то никуда. И она упала прямо об асфальт. Сразу два мертвеса. Один только с армией вернулся. И Коля этот, Захаров. Она себя не чувствует. Что? Сын пьет один, залез в петлю. Вызвали его, но Гриша такой и остался. А сын Анатолий женился. Женился. А снахаз, не заладив с нею, не пришлось разделиться. А дом пятистенный, большой, построенный. А дочка вышла замуж за офицера. В Болгарию, кажется, улетела. И она на этот пятистенный дом одна осталась. И в это время я у ней поселился. И там со мной сестра была, потом приехала. И все время как-то свет потушит, кто-то ходит по крыше, по потолку там стущит, то другое. Меня там впервые испытал сатана. В буквальном смысле. Почему это запоминается? Я сижу, златоуста засталки, конспектирую, сижу. И в это время он сзади подходит. И у меня волосы, кажется, вот так поднимаются. Сейчас еще подниматься, ничего нет. Я сейчас нападу на тебя, и ты с ума сойдешь и в окно выбросишься. Что делать? Холод всего застужает. Ужас какой. Я все сразу прекращаюсь, как стяжу, так и на колени. Молюсь, пока жара мне отдаст. Отошел. Он меня целую неделю гнал в горячку. Я пойду, а сарай далеко, и там сугробы снега. Свет зажигать. Свет зажигай. Не зажжешь, я тебя там захвачу, и ты с ума сойдешь. А вот теперь я свет нигде не включаю. Что он говорит, я на поперек ему. Я с работы прихожу, а есть-то нечего. Ну ладно, до утра еще как-то. Иду в сарай. Следа никакого нету. Все, замуровано снег. Открываю, захожу, где ключ у него. Маленько свет еще. Гляжу, большая стоит кружка такая. И накрытая ломтем или двумя ломтями хлеба. И кружка дымится. Компот вкусный. Кажется, я никогда такого не ел. Я все это взял, перекрестил, принес, поужинал. Кто туда поставил? Ни одного знакомого нигде нет. Следа никакого нет. И хлеб, говорит, ангельский ел человек. И мне это так близко и понятно. Не, нам тоже теперь понятно. Насчитываю жития святых. И в одном месте жития Исааки Пещерника. И меня смех разобрал. Жития святых. Я все 12 томов насчитываю. И до него дошел, и меня смех разобрал. Что с ним было там? Он не хотел вместе со всеми. А в отдельной келье. И утром идут. Отец Исааки, благослови. Он всех благословляет. А тут пришли. Отец Исааки, благослови. Тишина. Опять постучали. Нету. Взломали дверь. А он лежит, и говорит, язык за плечами. Глазами-то глядит, глядит. И не разговаривать еще не может. Но что-то случилось. Какой-то сердечный приступ или что-то. Оказывается, ночью он молился. Ему Бог сказал. Какой Бог? Ангел пришел. И говорит, ты Богу угодил. Завтра за тобой там колесеца прикатит. И он как поклонился тому, кто говорит, смотрит. А там копыта. А не Исааки, наш Исааки. Наши не взяли, как бадминтон ставь до утра и в келье его кидали до утра. Он только головой мотал. В течение, кажется, года его вводили куда-то в столовую, он не знал, как есть. Надо в рот. Он не знает, куда петли. Ему ложкой пощерпнут. Он дальше съедит. Ну, шизопренник. Что делать-то? А геностатец сказал, не кормите его. И захочет заезд. Не хочет. Неделя, вторая, месяц проходит. Ничего не ест и не умирают. И, наконец, Господь послал ему помощь. И он пришел в разум. И говорит, Исааки не хотел идти теперь одному подвязать. Вот на этой строчке к меня смех разобрал. Думаю, вот это практика тебе, Исааки. Я это считаю, Надежда Васильевна на кухне возится. А ночь. И вдруг одно окно. Окно дрожит аж. И все это на майтапон. Я же насчитываю на майтапон. И все это стук-то слышится. Что делать? Кого? А у нас общий коридор, три хозяина. И пурга так же все засыпало. Подумали, помолились. Кто-то приехал издалека. Вышли. Ни следа никого нету, ничего нет. Вообще ничего нет. Чисто, замазанное снегом. А снег пушистый. А так кто же постучал? А Надежда Васильевна говорит, да, тебя тоже сатана искушает. Так я хоть раз тебе скажу. А то мало. А? А то мало. Дай хоть раз еще. Вот как. И когда я рассказываю это, это от Бога. Господь вот такие переливает из сосуда в сосуд. Чтобы было, как должно быть. Игнатий Иванович, ну и вам низкий от всех нас поклон. Вы нас приучили к темноте. Спасибо, Христос. Потому что у вас нигде лампочек нету. В темноте делал. И когда я ложусь спать, не выключаю свет. Я нападу, ты с ума сойдешь. И что, сестра была, она говорит, я засыпаю. Вот, лег. И полностью отключенный пример, в среднем 45 секунд. Как кто вы кричат, я щакнул. И он отступил, ну и по сегодняшний день. Слава тебе, Господи. Я в тайге, в темноте, там по тайге бродил и даже о медведях не думал. Потому что привык здесь. Вот удивительное дело Господь делает. Можно? Ну пошли дальше. Вопрос задают. Я к вам поближе сяду. Скажите, пожалуйста, а в житиях святых где-нибудь описано? Ну или не в житиях, а святые отцы просто писали? Жития всякие? Нет. Слушайте, слушайте вопрос. Другое житие. Абсолютно не связанное. Есть ли где-то в житиях святых такие явления, когда вот человек ночью лежит и полностью как парализован? Он в разуме, он видит, но не может пошевелиться. Слышишь, что... Да, пимен многоболезненный. Вот что это за явление? Это дьявол подходит, а внутри просто ужас леденящий. Дело в том, что пришли ангелы и его приобщили, в монашество постригли. И он лежит, и второго такого положили рядом, когда... А братья там день-два походили, ну, кто куда, кто в футбол гоняет, то, что и некогда. И они лежат и говорят, он говорит, пимен говорит, ты-то, брат, если бы я выздоровел, ты бы стал ухаживать за мной, то я тоже лежу в Нью здесь, как Сергей Козлов. Он говорит, если бы я выздоровел, я бы на шаг не отошел. Он говорит, встань во имя Христа и ходи. Вот вдруг энергия, он поднялся и пошел. Братья смотрят, парализован один зашел, и он теперь начал обмывать его всю неделю, месяц. А потом тоже забылся, и вратарем там пошел футбол играть или куда. День-два нету. И сразу его подскосились, ноги его принесли и рядом положили. Он говорит, где же ты был? Он говорит, ноги быстро бегали. Пришлось принести меня сюда. Теперь же исцеления не будет. У нас Настя больная была, дропот. В 41 год умерла. Я сходил в больницу, ее заснял. Вы видели этот ролик? На памяти. Она говорит, я просила у ангела 10 лет, дети маленькие, поднять их. Вам мама говорила про это? Я говорю, а ты сейчас хотела бы попросить? Она говорит, нет. Она показала себя очень высоко. Она говорит, нет, зачем же я буду искушать? Он дал мне ровно 10 лет, и я сразу заболела раком. Ровно 10 лет прошло только сразу. И неизлечимо. Но у меня другой вопрос. Этот человек не был парализованный, как в житии Пимена. Абсолютно здоровый человек. Просто ночью просыпается и не может пошевелиться. Как будто тело не в его власти совершенно. Он все понимает, он видит. Как говорится, глазами хлопает, но пошевелится не может. Он слышит, что вокруг что происходит. И внутри леденящий ужас. Потом начинает молиться, и потихоньку это отходит, отходит. Что это? Вот знаешь, твердо тебе сказать не могу. Но что-то похожее у меня вот звук есть. Потому что, ну, представь, 1173 биографии я считал непрерывно. У меня они одно на другое все шли. А когда симфонию составлял, я еще раз прослушал. Почти 10 раз прошел. Ну, назвать не могу. Я знаю, там, амфилохия, что-то подобное было. Вот особенно удивительное. Пришлось колокол три раза бить вот так вот. Ну, авария произошла на стройке. Афанасий Апонский. Пришла комиссия принимать храм строят. И леса рухнули. Ну, у нас кого, инженеры по технике безопасности осудили бы. А тут нет. Дьявольский навет. И кирпичи-то на них все грохнули. И из комиссии-то пять человек насмерть. А он лежал и кричал там раздавленный. А его когда достали, он уже почти не живой. Так его так любили. Одежда вся в крови. Они, говорит, ее вымачивали в воде. Выжимали и пили. Как лекарство. Человеческую кровь. Я три раза вколол. Когда звериную кровь. Скотскую нельзя. Никакой гематоген не запить. А тут нормально считают. А у другого причастия клали на могилу. Ну, а вот какие предположения? Это по греховности человека или по святости человека? Как это можно вообще определить? Но это же нужно. Если бы я мало знал, я бы тебе легко ответил. Пример для нас. Прости, что я тебе большое письмо написал. У меня не было времени короче написать. Короче, я должен каждую мысль шлифовывать. А многое подряд только писал и писал. Так не могу ответить. А как можете? Ну, молиться об этом будем. И я постараюсь найти. Теперь даже вот симфония лежит мной составлена. На слово болезнь. Еще там что-то. Ну, что-то такое. Больше ничего нет у него. Надо было, чтобы кто-то его подошел, толкнул или что-то. Тогда бы я по другой части искал его. Ну, смотрите. Такой, например, случай был два раза в жизни этого человека. И рядом лежит, например, кто-то, да, другой. Он не может пошевелить, не может ничего сказать. Вот толкнул. Так, а почему ты думаешь, что это в житиях святых? Нет, я не говорю, что это в житиях святых. Не могу ответить. Если так будешь не знать, то я скажу, не знаю. И там этого нету. Я знаю этого человека. С кем было? Да, с кем это было. Так, а в житиях я не помню такого. Мне кажется, похожее было, но не такое. А не понял твой вопрос. Он все думал, что ты по житьям спрашиваешь. Нет, он понял же. Вот в 23 минуту я Тихонович записывал. Гик, небес. Вот типа такого же явился нечистый дух. А он лежит. Нет, ну там не было никакого видения, никакого не было. Просто понимаете, леденящий ужас внутри. И ты не можешь со своим телом ничего сделать. Ты языком пошевелить не можешь. Просто какой-то ужас. И у тебя сковывает все внутри. И вот что это? Как ты по тряпинке идешь? Не вижу, ходит. И все. От Бога ли это? Я не знаю. Или это дьявольское наваждение? Ну что такое вот это? Я бы сказал, для себя так, если бы было дьявольское наваждение. Вот Александр Иванович, это было так же. Точно так же. Подошел и вот так его давай душить. А он лежит, говорит, ну давай души, я посмотрю, какая у тебя сила. Вместо хоть господа Гедеона сказать или что-то. А он просто души, я посмотрю как. А жена то ли видела, то ли как шмыганула за него туда, к стенке ближе. Вот так. Мне люди это сами рассказывали. Я некоторых на магнитофон записал. У меня где-то не расшифровано лежит тысячи две с половиной часов слушать материалы. Это вообще... Нет, то, что такое леденящий ужас, я понимаю, допустим. Когда у меня тоже сатана испытывал. Не знаю, не могу сказать. И вот это лохматый шлиф. Потому что если ангел, то ангел говорит, не бойся, как правило. А сатана нагнетает больше и больше, чтобы довести до потери сознания и до петли. Ну вот скажите, Бог это допускает в любом случае по попущению Божьему. Есть тому какие-то причины? Может быть чрезмерная греховность? Или... Чрезмерная греховность? Не знаю. Себя и срятость. Если такое было, я бы никогда не думал о греховности. Господь показал, могу я призывать или нет. Давай сразимся. Когда вот это у меня было в тайге, я еще не был крещен троекратно. Я только-только был на занятиях и потом в общине познакомился со всеми. И потом был в тайге. И вот тогда у меня произошло после крещения это было. 96-й год. А потом уже я приехал, уже крестился. Ну в июле этого года. В июле месяце. Но я уже в общине был, я уже понимал. Я уже целенаправленно шел. Может быть он хотел меня так остановить, чтобы я не попал в общину. Потому что как раз я начал читать «Молчанием предается Бог» и разбирать вот эти 14 тем, которые Игнатихнович задал. Ну в Кыслиному Православию тогда это было в газетке еще. Я их разбирал, начал разбирать. Записывал там все, выписывал, вопросы задавал там себе. А потом приехал уже, Сыгнатихнович с братьями тут начал беседовать. И для себя я все понял. Для меня это очень важно было тогда. Вопрос о коммунизме, о Ленине. Это все, это было очень важно. А сейчас никто даже об этом и не думает. Потом только «А что? Где?» Так нету ничего, все уже закончилось. Ребята, как легко. Это мы вкрапляем, оживляя сам текст. Мы живые люди. Слово Божие живое и действенное. Евангелие от Марка, 13 глава, с 1 по 4 стихи. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ. «Видишь ли сие великие здания? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Илеонская против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей. «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Толкование. Он предрекает, что тем не менее, из всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима. И таким образом пытаются представить Христа лживым. Но это напрасно. Ибо если и сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камня на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Элий, Адриан, раскопал самые основания города и храма, так что через него исполнилось порочество и о том, что не останется камня на камне. Здесь говорится о том, что вот этот Элий, Адриан, его именем назвали город Иерусалим, когда его разрушили и засеяли полностью солью весь город. От города ничего не осталось. Стеноплача, где евреи стоят, засовывают записки и так далее, это не стена храма. Это позднее выстроенное, когда римляне пытались восстанавливать город. И его назвали именем Адриана Элий. И город так и назывался очень долгое время Элий. Иерусалима не было. Это потом, когда начались уже крестовые походы и так далее, тогда вернули название. Когда крестоносцы захватили, сейчас скажу точно, в 999 году захватили Иерусалим. Иерусалим. Название тогда Иерусалим вернули, и там было королевство Иерусалимское. Оно было на протяжении, существовало где-то почти 70 лет. А потом этот Ас-Саладин захватил обратно. Это единственный раз так было. И вот об этом тут и говорится, что засеялись солью и все разрушили, все ни одного камня. Даже более, я видел археологические такие, про Иерусалим, археологический фильм про археологию. И там вот, когда заходишь, говорит к ним, там улочка такая есть, и там каждое помещение, это антиквариат продают. Именно старые, которые выкапывают хищническим образом. Хотя у них раскопки запрещены. Только государство может раскопать. А люди потихоньку копают в погребах у себя. И там слой очень большой, где-то 20 метров слой называется, культурный слой. Культурные слои идут. И они по слоям, когда там были периоды культуры хорошей, то там сохранялись много изделий. И они там выкапывают вот это. И пытались просунуть пару-тройку предметов, которые якобы сделаны еще во времена Давида. То есть 3000 лет назад. И там подделывали какие-то там, типа сундуки из камня, что там еще. Потом надпись какая-то. И до такой степени четко подделывали, что даже специалисты запутались. Но потом умные специалисты там взяли, разобрались и показали, где они не смогли вот этот камень там заретушировать так, что даже когда берут скребок, то углеродный анализ показывает, что 3000 лет. Они брали старую залу, находили какую-то где-то и замазывали там. Ну, короче, такие специалисты есть. Так что все это подтверждается пока что до сегодняшнего времени. Ничего не остается. Ничего нам не остается с того времени. Так вот были они в плену. Что самое ценное они вынесли за 70 лет оттуда? Самое ценное. Вернулись с этим сокровищем. Что они сумели вынести оттуда? Синагоги. Как они? А вы говорите. Что это? Не было школ. Синагога это школа. Вот мы сейчас сидим, это синагога. Их не было, они их нигде не упоминаются. Там они вдали от всех монастырей, от всех церквей, теперь стали собираться, это называли синагога. А вернулись, они установили здесь. Значит, они не зря там были. Так, дальше считаем. А вопрос, можно ли это пророчество экстраполировать на все события, которые происходили, когда коммунисты советской власти вышли в храмы? 1 Коринфян, 10 глава, 6, 11 стихи. А это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Второй вопрос, подобный. А можно ли это пророчество экстраполировать на сегодняшних строителей храмах, в которых Христа вот и трудно найти? Храмы, 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 храмы. Отдельно, не тем занимаются. Там другое место есть. Вот вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень, храм Господень, Иеремия. Но нет, мы меня там, и дом ваш пуст. Вот это вот подходит, и нечего строить. Вот здесь тоже говорится о величии, но здесь конкретно именно, хотя и там тоже о величии говорилось, и здесь. Вот у мусульман, допустим, барнауляне собирается, большая мечеть, второе строить им никто не разрешит. Почему? Они компактны. И вот когда пришли, друг друга животами давят, и 10 человек на крысе остались. Тот кричит, ну-ка иди сюда, мула-мула, подошел, а ну-ка вперед, говорит, некуда же, все. 10 человек, все, комиссия составила, теперь строить новую мечеть. Понятно? Вот у них как это, 7 раз в день. У нас на один раз в неделю собрать невозможно, здесь уже все знают верующие, поднялись и пошли. То есть этой дисциплины эти люди не знают. Общение не знают. Потом скажешь. И это ждет впереди школа какая-то этих людей. Они, их нету. И то, что я сегодня говорил, и это не повлияло. Они не имеют общения. Повторяю, это люди хорошие, добрые, жертвенные. Они мне не раз помогали. Ну, в разных делах. И однако, я их не могу оставить никогда, даже не заходят там. Что это означает? Я имею ответ, знаю. Знаю их от юности. Могу найти причину. Но знание это не помогает. Почему они не хотят здесь быть? У них все время страх. Вот у них был отец, всего боялся. Боялся, и боялся, и боялся. И вложил это в детей. И он боится. И записать его родителей. Мне приходилось проводами под диваном. Это был микрофон установить, чтобы на память оставить. А биография отца была очень интересная. Как он в Гражданской был. Как его коммунисты грабили. Он очень сильный у него отец был. Сильный, просто сильный. И он однажды, будущая корова, сорвалась и на него. А он где-то шел пьяный. Ну, выпивший-то. И она его сшибла. Ну, вспомните, где кама грядешь, он бых-то на него. Закрутил его-то. И он лежит, она подошла к нему. Он вот так его ухватил за нос. За нос вот так. И вот кулаком как дал, так с копылок долой. Бык там или корова. О! Это... Ой-ой-ой. Этот человек мне был очень близок. Он был баптистом. У этого человека, родители баптисты. Они все пришли в православие. Они слышали, что мы говорим. И умерли по-христиански. А его это так и не коснулось. А почему боязнь? Он, зная истину о тысячелетнем царстве, у себя здесь на коммунарах никогда не пропадал. А почему? Ну, а все равно не поймут. Да ты хоть раз сказал. А зачем им говорить? Они все равно не примут. Ну, как что-то мог решать-то. Примут, не примут. Так не годится. А перед псами. Так ты не узнал, псы или нет-то. Ты говорил, а они против говорили. Это вопрос другой. Я говорю, знаешь, вот бывает, где-то там держат загородки львов, а бывает посередине это, или даже белые медведи там, и посреди она бетонная, и она не может ни когтями, никак, она большая вот такая, он никак ее не может там взять. И она кверху идет метра три. Для чего, я не знаю, она нужна. И вот представь себе, твой сын там оказался. Ты ему будешь бросать там разные пирожки, и что-то, чтобы он остался живой, пока приедет. А приеду только через неделю за ним. Будешь. А сто мимо попадут, ты все равно будешь бросать. Хоть сто первого долетит. Так и этот. Ему духовный хлеб. Враг похищает. А я ему говорю. И меня, говорит, это тронуло. Ко мне иногда заходят люди, которые, вы для нас духовный отец, мы обратились, и вчера только один был. Но я говорю, если так, так вы слушайте, что говорю, почему спорить это? Я спорить не буду, я сказал мне, значит, у меня времени на это нету. Он уже наглотался там в адвентистов седьмого дня, и теперь вот прям из него лезет и лезет. Уже я... Он от них отрекается, а из него это все выдавливает, как тавотница. Нельзя никакого изображения делать. 20-я глава исход. А почему 25-ю не читаешь? А там написано, сделай изображение. Иисус пришел в дом, в который, говорит, дом молитвы, мой дом молитвы. Вы его сделали в вертепах. Мой. Его. А в нем были иконы. От пола до потолка, внутри и снаружи. Изображение. Изображение иконы. Икона. А у вас еще нету, как склеп могильный. У нас у православных по образу небесного устроено. Да кого он не видел же там ангелов. Ангел, потому что там по образу небесного. А их и не было людей. Им дверь открыл только Христос. И первый вошел разбойник. Вот как. То есть надо долбить и дальше. Они сами находят себе других учителей. Пошли. Давай. Просто просили, написали, попросили, чтобы кто-то вопросы зачитывал. То есть они пишут вопросы, чтобы кто-то их зачитывал и ответ получают. Ну давай, читай. Они предлагают в качестве кандидата Елену говорят справилась бы. Давай, читай. Так пока что еще не задавали. Ну тогда пускай задают. Елену сейчас будем ходить. А что не считают? Почему? Да нету ничего. Так, бестолково пока. Ну давайте там, думайте. Идем дальше. Если есть вопросы, задавайте и все. Как будто ты плохо читаешь. У нас мужской приоритет в первую очередь идет. Скорее всего женщина там. Давай вперед. Начинается. Евангелие от Марка 13 глава с 5 по 10 стихи. Отвечая им, Иисус начал говорить. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Толкование. «Были Иуда, Галилеянин и Февда, кои выдавали себя за помазанников Божьих. Услышите, говорит о войнах, это те войны, о которых Иосиф в Флаве повествует, и которые были перед разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам, и разгневанные римляне пошли на них войною и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима. Ибо римляне еще оказывали человеколюбие. И не одни войны были, но и другие Богом посланные казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали иудеям, что сам Бог ведет с ними брань. Но все же это было только начало болезней, то есть предстоявших им бедствий. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторое утешение в своих собственных бедах. Во свидетельство им, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже и в том самом, что истезуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтоб ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах подобает прежде проповедану быть Евангелию, а потом уже предан будет запустение Иерусалим. Римлянам 10-18 И это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев, то есть, что проповедь распространилась всюду еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились потому и осуждению тем большему подвергнуться. Комментарии Игнатия Лапкина. Самое большое сопротивление проповеди сегодня оказывают пастыри церкви. и в пест и в первую очередь в лице идет патриаршее служение около двух десятков этих самых, которые в московской патриархии прислуживают патриарху. Молча появляются из алтаря, молча стоят посреди храма в отдельном загоне. Они же. Ух ты, как обидно-то. Лена попросила слово священники не употреблять. Говорит, не надо, при мне тут про священников говорить. Лена, вот мы тут это и пытаемся. По тяжелых ризах и молча снова удаляются, как будто бы идет театр мимо. Мимиха только. Да. Люди спрашивают, что они у вас разговаривать не умеют, на 100-миллионную аудиторию по телевидению показывают, как патриарху посреди храма застегивают пуговички. Бритые причем. Они это вам никогда не простят, Игна Тихонович. Мне задают вопросы в университете. А другого ничего нет. Я не могу, я не добавляю ничего. Все, слово священник не запрещено. Говорите. Можно начнем? Игна Тихоновича можно? Записка поступила, я отвечаю. Зайди в Барнаутск. Ему можно, да? Там отдельно загородка, куда они заходят. А нам под язык, да? Клёвку ставил. Дальше. Послушайте все впереди. Как патриарху посреди храма застегивают пуговички. Это мне полковник позвонил один. Полковник. Он говорит, сам не умеет это делать? В армии не было, его не научили. У него отстрочка была, видимо, как у меня. И главное, бритые вокруг него все. Да, да, да. Засупонивают, как боевого коня на соображении. И люди снова спрашивают. Тихо. Он что, сам одеваться не умеет? В том, доспехи такие там, как? Отдельно расческу приносят. Он расчесался, положил. А отдельно надевает полотенце и с таким сосудом глиняным. как и печаль сатаны бывает. Там разные орудия были. И они не сатану, говорю, а просто из древности. Льют ему на руки. Любой архиерей должен это делать. Это ритуал такой. А люди стоят. Время то уходит. Меня задают вопрос, я его отмечаю. Нестандартно. Правильно. Дальше. А люди снова спрашивают, он что, сам одеваться не умеет? Разве какая-то душа, случайно зашедшего в храм грешника, может от этого обратиться и принять Христа своим спасителем? Разве не понятно, что все это не имеет совершенно никакого отношения к вере Христовы? Потому, что Дух Святой отобразил на странице в Библии, о чем говорят святые толкователи, как блаженный фефелакт. Они день и ночь криком кричали, дайте людям проповедь, проповедь и еще раз проповедь. И при том, не просто пересказ чтения чужих проповедей, но живое, грозное, обличительное слово. живое, вот и слышала сегодня проповедь. Ты где-то прочитаешь такую? Притом, я ничего не выдумываю конкретно на сегодняшний день, обстановка какая, коснулся правительства, коснулся, призвал к молитве, как это люди делают, почему вопрос такой, ко мне какой вопрос? Да он вопрос, сейчас дочитаю. Я не ехал. Вот, на него. Два слова. На него. Вы ни разу про священников в проповеди не говорили? Ты открой вон кисленому православию и там о священстве. А когда священники, да и пископы даже приходили на занятия, он говорит, у нас такое мнение, вот сложилось, вы только об них и говорите, а учителя нет, это он только про нас говорит. А в милиционер там сидит, говорит, когда не приду, всегда он про милицию и прохо говорит. То есть, все, кто были, всех за дело. Я говорю о Боге и о том, как все слои должны подняться кверху, не пеной, а радостным светом в небо. Это представься, вот здесь институт культуры, я в нем вел занятия, сельскохозяйственная академия, тут университет в ней, медицинском, педагогическом, АГТУ, АГУ, АГТУ. Пять университетов. И везде, везде одно и то же. И все это отображено для Слова Божьего не туз. Притом с фотографиями. Пошли. Нам немного осталось. И в конце комментария вы приводите место Священного Писания. Первое Коринфянам 14, 20, 21, 24, 25. Не дремли. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Но когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится и таким образом тайные сердца его обнаруживаются и он падет ниц, поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог. Я вчера была интро... Вопрос задам. Сколько мужского населения здесь? Ваня раз, Нестор два, Володя три, Михаил четыре, Евгений пять, Игорь шесть, Сергей семь. Ну если меня к мужикам пришлете, то я восьмой буду. Но остальная женщина, а у нас сегодня двадцать человек. Заметьте, у каждого как. Под самый подбородок. Поэтому кто должен беречь вот эту часть всегда закрытой-то? Ну что непонятно, речь это женщина. Она открывает, поэтому она не знает, слабая, куда мужчина стрелы мешет, когда спереди или сзади идет. И однако, я гляжу, вот бывает у нас иногда, вот так вот вырезано. Зачем? Голое тело, голое тело не должны видеть. Это мы в житях святых считаем не раз. Не раз. Интересно, они мылись, там про пишется Василия Великого сестра должна быть Макрина. Да. мылась в платье, чтобы тело свое не видеть. Вот мусульманкам сделали такие купальные костюмы, которые все закрывают, но материя пропускает воду. Огромным высоким забором отгорожено, и полицейская женщина стоит на пляже. И чтобы он пустил жену одну во время отпуска куда-то на курорт, это все что в дом терпимости. Никогда. Сзади сфотографировали, он идет сам одетый, у него ничего не дают, а ее только прорезь над глазами, и за руку еще ее держат, и мимо пляжа двигаются. он стопроцентную гарантию дает, что она с ним. У нас никакой гарантии нет, и при том воспитание совсем не такое, не целомудренное. Я для того взял показатели, видите, они у вас как привыкли, Последнюю пуговку расстегивают масоны, я не знал раньше, вот расстегни последнюю, он показывает, так не упади там, вот так пониже, а если это не сильно, то вторую расстегни, вторую расстегни, вот так вот, и везде, где бы ни были, вот так вот, даже жириновский так, чтобы никто не видел, галстук, тут застегнута, задевязана, галстук снял, обязательно верхнюю корму расстегни, обязательно, если костюм, то только на одну пуговку, вот, я когда стою, в коридоре, так, как только идти, как крестуют, я кое-как их затягиваю, тут у меня в карманах, да вторую надо застегнуть, первая, вот, все, я иду как-то по зоне, а самый суровый там был, белый, положил, упадет, что ты делаешь, так, остановился, а ему дали указание, рору не бить меня, ты, что, такой, пузырь раздулся, а у меня просворо с собой, все это, а как подошел, он говорит, ну, что в карманах, я обязан шапку снять свою, и в шапку себе вот так вот, все, что есть, выкладывать, ну, а что это такое, просворо, а что это такое, просворо говорю, ну, ладно, забирай, иди, он бы меня расколотил, по всем швам, то есть, а у меня, ясно дело, что, отдувая, оттопыривается, все, вопрос от телезрителей, давай, а вы любите друг друга, началось, желают узнать, любовь есть, вот у нас между нами, или нет, не собрались, это первое доказательство, мы по любви, отвечают же, я говорю, любовь доказывается делом, у нас все на учете, кто-то заболел, кого-то нету, специальный фонд выделен, который с сестры, все это открыто, у нас с тарелкой по храму не ходят, а ящик висит, кроме десятины, приходит, вы заметите, приезжает к Севастен, он первым делом вот сюда, вот к этому ящичку, он милостыня пребывает вовек, видать нет, вот она где, милостыня пребывает вовек, Серахов, сороковая глава, семнадцатый стих, а с этой стороны Тавита, четыре десять, милостыня избавляет от смерти, и он сюда подходит, он не видит, что я сижу здесь рядом, он сразу сюда вижу, я вижу только тысячная бумажка, а что там дальше, я не вижу, он никогда не пройдет, чтобы не положить, любовь, полюби мы остались, полюби, что есть у нас здесь сейчас, любой может встать и уйти, а что сидят там, и все-таки, так не одни старики, хотя свое первенство я никому не отдам, мои года, мои года. Игнати Ильич, вот вы поясняете все, и вот для меня это совершенно все понятно, каждое слово готов расцеловать, а люди, которые не знают, что такое община, для них не это главное, а главное, что там, поцеловались, там, чаю, дать мне чаю, подожди, я тебе в городу подчешу, чувствую, маленькую, может, дай тебе умеру, кушевку здесь. В самом дурном смысле. Да, это так. Поэтому они и спрашивают, вопрос-то есть любовь, что непонятно, сидят все, слушают, дисциплина полная, что непонятно, что любовь-то, вот она в этом и есть. Представь себе, у меня лагерь, и приезжает, Акопян Сергеевич Живанширович, полковник летного училища, и он там полдня побыл, посмотрел, и говорит, у меня в летном училище, военное училище летчиков, такой дисциплины нету. Мне достаточно только сказать одно слово. Один из колоков ударит со всех, но кто-то играет в футбол, и там, где ходить, все кубарем летят мигом здесь, спят, там обнаживаются, девчата как-то мигом, выскочили, постели бросили. Ну а мой тут все. Сказал достать, где его там заброшенное, бежать, разово к укладере, забывают одежду. Никогда никто не откажет. Ну священника не забудь ему, а почему? Так вот заметь, приезжает не кто-то, директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон, услышала в интернете. Созвонилась со Станкинской башней, дали сопроводительного Юрия, и она сюда прилетела. Это расход-то какой? И она когда побыла здесь, книги приобрела, и потом большая статья была «Исполнение мечты в сибирских степях». И она там как раз сказала об этом все. Приезжает профессор психологии, живет в лагере с нашего разрешения, все записывает, и пока они все одинаковые. Движущая сила лагеря Стана-Террая с большой буквы «Любовь». «Исполнение мечты в сибирске в сибирске в сибирске» я сказал, не житель, в Патеряевку приезжал, дружинир Геннадий Петрович, и я подал на него в суд, там 129-я, кажется, статья за клевету. Его засыпили. Прокурор этого района отменил, а у меня близкий знакомый, прокурор края, генерал-лейтенант Парасхун. Я к нему раз, он этого прокурора убрал. А который исследует, следователь-то, она говорит, а можно к вам прийти в общину посмотреть? Вас обвиняют, там такая жестокость, мы в подвал кого-то прячем. Она пришла, а можно я с ребенком приду? Я говорю, а ребенка, я не знаю, может лет 8. А вот побыла, когда приехала, она здесь сидела у нас, обед, кажется, был. А можно я с кем-то побеседую? Я говорю, можно, наедине, с ребенком нельзя. А когда уходить, она ни с кем не беседует, я говорю, почему не беседуете? А что беседовать? Одна большая семья, одна большая семья, она увидела, только увидела то, что есть. Мы не играли, ничего. Я присутствовал при этом в сговоре. Да, вот все. Мы вчера только что это смотрели. Дома. А? Вот это видео мы вчера дома смотрели. Смотрели? Да. Вот так. Игнатиныч. Мы сейчас ездили, которые вчера ездил Андрей, возил это. Уже посмотрели 2000 человек. 2000. Про Васю. Это что, не ездили, а которые говорили поехать. А когда приехали, Куту он соединил, Володя, пошел сейчас. Уже, кажется, тысяча. Так и непонятно, Вася-то, почему его сегодня нет? Картошка замерзла. Аня, какая вы наивная у нас, старшая сестра-сестричество. Почему Васечки-то нету сегодня? Чего же не молится бедный наш? Замерзайкин. Вопросы не к нам. Василий Николаевич? Замерзайкин. У него печка топится. Я ездил, печку ему отремонтировать. А там сделано самодельное было, ни ходов не найдешь. Пришлось разбивать все это дело. Он дырку так внизу и не заделал. Вот у него дырка там есть, он так ее и не заделал. Наружу. Память. Память. На строителя. Как натопишься, когда... Дырка на улице. Подвижник. Такой он и есть. Подвижник. Василий Николаевич. Подвижник. Может он там сидит на дырке, чтобы картошки не замерзли. Игнать Иванович, я еще хотел сказать по слову Божьему, что когда Господь-то говорил, да любите друг друга, он говорил к апостолам тогда, но вообще он говорил ко всем христианам, понятно, но тогда апостолы были, ученики его, и они вместе не остались вот так в обнимку все, 12 вот так стояли, как футболисты. Нет. Они все разошлись, когда по двое, а потом по одному ушли. Все. Фома в Индии один был. Апостол Андрей в Индии один был, и они умирали по одиночке. В Арфоломея распяли и проткнули там этими дротиками. Он один был. Вот так вот. Так что они все по одному были. Но любовь-то это не исчезла у них. Они не думали, так, надо же чаю всем в 12 напиться, где-то встретиться. Давайте, давайте, там любовь. Чаю с сахаром на тебе повидло, на варенье. Шоколадку полный рот тебе. Вот. Мирские-то люди об этом думают. Любовь когда показывается? Южные народы говорят, халвы полный рот. Халва у них, не шоколадка. Вот смотрите, я вопрос задам. 22.5. На законе говорится, мерзость перед Богом. Когда женщина одевается в мужскую одежду, а мужчина в женскую. Давайте сейчас посмотрим. Кого Господь больше охраняет? Вот женщина, любая. Если она наденет брюки, даже внимания никто не дил. Она в брюках и была, и ходила. Если мужчина наденет юбку, все пальцем будут показывать. А заповедь-то одна. Дальше. Женщина мужскую мужу взяла шапку, пошла. Даже нужды нету все. Но если ты наденешь сейчас платок, а в платке с бордой пойдешь, то ты еродивый, он или смятой, или дурак, 100%. Значит, кого больше охраняет Господь? В глазах людей, женщина, что бы ни делала, она хорошая. И спереди и сзади. Игнатий Ильич, так эти сейчас дальше пошли, которые друг друга ублажают. Голубые. Они сейчас понаделали новые, они же там мужики все эти. Ну как мужики. Они понаделали сейчас новые коллекции. Вот в этом году в моде, там у них на западе, мужские юбки. И ходят мужики, показывают по подиуму в юбках. Не хочу слушать. Ну я что могу? Не хочу слушать. По новостям показывают, ничего такого. Не надо, не надо. По новостям показывают, я вам говорю. Значит, я тебе скажу тайну. Что есть этот грех садом. Ну написано. Ну верить мне вот внутренне так. Не могу представить, не могу образить. Мне кажется, нарочно все это не может быть. Я тоже не представляю. Не, ну я, то что они в юбках, я один. Оставили естественное упротивление женского пола. Первая глава к кремлинам. Естественно. К нему относится. Не разжигались похотью друг на друга. Писание говорит. А мне все равно не вмещают. Ну почему ж такое-то? Так, пошли. Да вот что-то. Вопросы, вопросы. Сюда пересядь, пожалуйста. Камеру заберет. А почему священники как бы в юбках и в волосавниках длинные? Это длинная одежда. Такая хитон. Ну почему именно как в юбках? Ну так, так, так положено. Так написано. Да не юбка, как вы встали. И одежда. Сказали, что не юбка. Я сегодня был на занятиях, и здесь Дмуха Савинцева Надежда Александровна ведет. И она детям показывает картинку. Ну непонятно. Я подумал, что это женщина, подстриженная щелка. Голосы такие. Вот. Как в других языках. Картинка, а то на стрелки идут. Это ни одна, ни две, девять. Лоб. И написано «щело». Дети-то не знают. На глаз стрелка идет. Ну глаз. А там написано «Око». Ланита пока. Щека. Ланита. Ну, если где-то называют тут утолщение. Ля-2. Все. Вся голова, грудь, рука. То есть десница, шуется. Это лево. И дети заучивая. Так было? Да. Так. Мы имеем богатейший русский язык. Я попутно хотел сказать. Я просмотрел один ролик. На сто процентов согласен. Говорят. Николай Кузнецов. Так кажется его. Один в поле воин. Вровно было. Это была подробно. Книга. Не фильм такой. Один в поле воин. Это было подробно. Что он среди немцев был. И немцы его не могли отличить. Доказано специалистам. Это невозможно. Он жил не среди немцев. Ему хотя и уроки давали. Это невозможно. Это невозможно. Говор свой. Какой там саксонский. Или какой-то там еще. У каждого свой говор. Ну возьмем. У него берлинский был акцент. Все равно в разговоре. Закон единственный был. Больше ни про кого не говорят. Это теперь показывает. Что два человека было. Один стрелял. А другой который там был. Документы того человека. Который был. Или немец. Который перешел на службу. Это невозможно. Я когда первый раз прочитал об этом. Что у них он был моллой. Тут подготовили его в Ташкенте. И он у афганцев служил. А КГБшник то. Я не поверил. Теперь верю. Да так. Почему? Я сам занимался много языками. Я разговаривал с ними. У них в общине у баптистов. На немецком языке. Я проповедовал. Ну это 50 лет назад. Но знания мои крайне ограничены. Я знал редкие слова. Поговорки. Но я среди них не жил. Мне это все надо было заполнять. У меня были вопросы. Николай Кузнецович тоже. У меня были вопросы. Он же как приезжал в этот город в Ровно. Там знакомился. Там все туда-сюда. И они планировали. Убивали. А он потом опять в партизанский отряд убегал. А потом из партизанского отряда опять там гладил форму. Наглаживал. И опять его вывозили. И у меня вопрос. Там у них такая дисциплина была. Как ему. Он же военный. Если бы он был еще в гражданской. Что он там ездит. Там гужевые транспорт достают и так далее. Продукты. А он был солдат. Его легко вычислять было. Вычислить было. Тут то. Он направлен был после ранения. И он работал как интендантом. Да. Да. Так что. Тут сходится. Но чтобы не узнали его в разговоре. Никогда не поверю. Это невозможно. Значит опять коммунистическая пропаганда. Что-то кого-то скрыли. Я про язык говорю. Язык. Язык. Надо среди них жить. Вот такой был Мелор Стуруа. Это один из журналистов российских. И он там где-то в Аргентине или где был на испанский язык. И он на охоту пошел с ним. Товарищ говорит. Потом возьми и спрашивает его. Уже познакомился все. А ты думаешь я кто? Кто испанец? Я советский. Я коммунист. Ну не таился. Просто как корреспондент был. А этот товарищ не знал. И он абсолютно точно все знал. Почему? Он с ними жил. Он от юности там был. Надо чтобы в детстве ты впитал это все. Вот у нас. А что ты не дома? Вот щекать не будет москвич. Не будет. Это Сибирь. Что там? Приводят из Писания. Пример. Римлянам 13 глава 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак. Любовь есть исполнение закона. Дальше задают вопрос. А не гордыня ли это считать себя в любви? Что там? Любовь есть исполнение закона. Римлянам приводят. И потом говорят. Не гордыня ли считать себя в любви? Ну то есть к нам обращаются. Вы говорите что вы любите друг друга. Значит вы в гордости. Ну не будем говорить. Ну типа такого. Снимите с нас это обвинять. Мы не любим друг друга. Давайте я забор донструю. Вот тогда это нашего. Нашего покроя ягода. Ну это не знает человек. Он ничего не имеет. У него нет ни общины. У него пустое все. Все говорят от зависти. Беззаконие. А человек который верующий. Он только хотел бы я среди вас пожить. Неконструктивные вопросы. Чтобы дети мои были в вашем лагере. Он понимает. Что это больше нигде не встретит. Не хватает тяма у него. Да он там может даже с бутылкой пива сидеть. Неконструктивные вопросы. Ну такие они будут наплывать. Ну еще прямой репортаж. Еще ты будешь им отвечать. Да действительно. Не надо идем дальше. А что дальше? Дальше уже все закончено. Молимся и расходимся. Так. Все. Достойно есть я там истину. Блажите Тя, Богородицу. Присно блаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубин. И славнейшую без сравнения с Серафим. Без истинения Бога слова родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Игнат Иванович, вам слово. Да. Помолитесь. Отец наш небесный, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, прими жертву уст наших, благодарения и словословия за те радости, какие мы им испытываем с Тобой в Господе. Благослови это место. И найди новые души. И расширь пределы общин. Пошли жители с детьми, которые желали бы воспитать их в духе христианском. Посети немощных, обездоленных, покинутых, приговоренных к смерти. Не дай им отступить от Тебя. Прими их в обители вечно, отверзи им двери рая. Благослови правители, дабы мудрые законы издавали. Дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Спаси Христос. Енечка, там вот эта сумка, которая была, и вот то, что там было, положи-то за все. Да, да. Вот так. Ну и сколько их там было?